Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал, как могут развиваться события в Беларуси на фоне непрекращающихся протестов. В эфире «Эхо Москвы» он отметил, что российский президент Владимир Путин ненавидит Александра Лукашенко. Однако в России боятся прецеденты. Гордон пояснил, что в случае, если россияне увидят, что белорусы достигли своего и Лукашенко ушел, то они завтра, когда жизнь станет еще хуже, тоже могут выйти на улицы городов протестовать против Путина. Если бы не Путин, который всеми силами пытается удержать Лукашенко, то в Беларуси закончилось бы все быстрее. Однако Путин делает это, чтобы россиянам было неповадно. Как заметил Гордон, в данном случае Путин думает только о себе. При этом украинский журналист считает, что Лукашенко все равно уйдет. Это может произойти завтра, послезавтра, через месяц, через три месяца, но финал его понятен. Лукашенко, по словам Гордона, не будет президентом Беларуси. У него нет выхода, он уйдет. В свою очередь, в понедельник 2 ноября Следственный комитет Беларуси сообщил, что после воскресной акции в Минске «Дзяды» возбуждено уголовное дело за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. И подозреваемыми по этому делу сразу признаны 231 человек. Председатель правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий высказался по поводу нового масштабного уголовного дела. За последние три месяца 2020 года в Беларуси за участие в мирных акциях протеста были арестованы около 17 тысяч человек. Около тысячи лиц подозреваются или обвиняются в уголовных преступлениях по политическим мотивам. Сотрудники милиции во время массовых манифестаций в августе этого года убили Александра Тарайковского и Геннадия Шутова. Александр Вихар умер после задержания в автозаке. Никита Кривцов погиб при невыясненных обстоятельствах. Более тысячи мирных демонстрантов были ранены и обратились в больницы за медицинской помощью. Тысячи наших соотечественников пытали, им ломали руки, ноги, их насиловали, над ними издевались. Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела по сотням и сотням заявлений, поданных от наших граждан. Одновременно 2 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по уголовной статье 342, которая стала очень популярной у властей с этого лета, за как будто бы организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Беспрецедентное количество подозреваемых по этому делу, 231 человек из тех, что были вчера, задержаны во время марша на Куропатах. Власти перешагнули границы логики и смысла. Массовые преступления против белорусского народа продолжаются. Впервые с 1988 года было разогнано народное шествие в День памяти предков дзяды. Были грубо нарушены затоптанные в грязь народные традиции, этика и обычная человеческая порядочность. Против мирных демонстрантов использовали спецсредства. Их обстреливали резиновыми пулями, в них бросали светошумовые гранаты и безосновательно избивали при задержании. Над ними издевались во время транспортировки в отделы милиции. Очевидно, что приказ на насилие и на возбуждение этого мега-уголовного дела был отдан с самого верха. Нарушения прав человека в стране достигли невиданных доселе масштабов. Такого в истории Беларуси не было со сталинских времен. Против народа власти развязали настоящий террор. Беларусь быстро скатывается в свирепый тоталитаризм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова